Работаем мы здесь с февраля прошлого года. Здание действительно новое, красивое. Перед вами можете подойти к окну и рассмотреть перед вами цех по производству той самой пеномойки. Вы не смотрите, что народу никого нет. Мы не то чтобы ушли уже в праздничный запой все. Просто дело в том, что все работает автоматически. Оператор, который сидит вон там, видите, возле двери, в правом дальнем углу, такие окошки. Вот там за этими окошками находится компьютер, с которого это все управляется. И вот те зелененькие огонечки, которые вы видите, горят, это электронно управляемые клапаны. И то, что они светятся зеленым светом, говорит о том, что они находятся в правильном положении. Либо нормально открытом, либо нормально закрытом положении. Про состав той самой пеномойки. Меня тут давеча приглашали в качестве эксперта на передачу про шампуни и гели для душа на канале Москва24. Она выходит, известная передача «Революция потребления». Я думал, что я там поубиваю народ просто вдребезги пополам. Это какая-то вакханалия безграмотности и мракобесия. Вот просто вакханалия безграмотности и мракобесия. Дело в том, что... Дело в том, что вот там одна дама с пеной у рта призывала мыться дегтем, яичным желтком, хозяйственным мылом, каким-то мыльным корнем. А споласкивать волосы раствором лимонной кислоты или уксуса. Вот с последним я еще готов согласиться. Но первое у меня просто вот прям вот душу на выверт. И мотивировалось это тем, что вот то, что мы заливаем в наши шампуни, ну и вообще современные производители, то, что льют в шампуни, что это химия. Это страшная химия, которая, значит, на нас страшно влияет. Это все где-то откладывается и мешает нам жить. Ну и, собственно, живем-то мы с трудом, в общем-то, потому что вот эта химия существует вокруг нас. Это все из нефти, заявила она. Я говорю, первое, давайте вот сразу, так сказать, перевернем бутылочку, прочитаем состав на обратной стороне и скажите, что здесь из нефти. Вот конкретно, там все, я говорю, нет, вот конкретно что по пунктам, что из нефти. После этого дама немножко угомонилась. А теперь, собственно, по сути, вопросы, краткий курс органической химии. Значит, в состав шампуней входит первая вода. Как я уже сказал, ее порядка 70%. Входят павы и поверхностноактивные вещества. Причем павы существуют очень многих видов, но наиболее распространенные это СЛС. СЛС, три буквы, они, кстати, у меня там в комнате, где вы были, были написаны. Я лекцию эту читал многократно. И СЛЕС, четыре буквы, СЛЕС. Если первый, который СЛС, это содиум лаурилсульфат, наверное, слышали такое страшное название, то второй содиум лауретсульфат. Отличаются по химии они тем, что в лауретсульфате есть эфирные группы, но не суть, я вам не химию буду рассказывать, я вам суть буду рассказывать. Что такое пав? Он хвостом своим прилипает к жиру, потому что грязь-то у нас от чего образуется, что наша кожа выделяет жир. Сальные железы работают. На этот жир прилипает пыль из воздуха, грязь, и, соответственно, мыть нужно не волосы, а кожу. Волосы мыть бессмысленно. То есть, если вы не принимаете ингаляцию над фритюрницей, и у вас на волосы не оседает жир, то их можно не мыть, можно пылесосом, так сказать, снять волосы пылесосом пропылесосить, и все. То есть, не надо мыть волосы, это мертвая структура. Поэтому все эти байки о том, что есть какие-то шампуни, которые восстанавливают структуру волос, они в них встраиваются, они их... Это фигня полная. Как можно встроиться во что-то мертвое? Волосы это мертвая кератиновая структура. Но неважно. Значит, моем мы голову. И вот чтобы вымыть голову, к тому самому жиру, на который прилипла грязь, должен прилипнуть пав. Он своим хвостом прилипает к жиру, а головками своими прилипает к воде. И, соответственно, вода, когда течет, она отрывает за головки вот этот пав, к которому прилип жир и грязь. Вот, собственно, и весь механизм работы пава. СЛС, который содиум лаурилсульфат, он более агрессивен. Он может вызывать в определенных концентрациях раздражение кожи. При времени воздействия все ссылаются, все интернет-образованные граждане ссылаются на эту статью, которая упомянута в интернете. Но забывают прочитать саму статью. Они видят только ссылку. А в статье написано, что исследование проводилось А. На белых мышах. И Б. Время воздействия пава было 30 минут. Скажите, кто из вас стоит 30 минут с намыленной головой, прежде чем смыть? Поднимите руку. Ну, как бы вот на это... И там графики в этой статье есть. Как уменьшается агрессивность пава от времени воздействия. Но на эти графики никто не смотрит. Все читают заголовок статьи, что оказывает раздражающее воздействие на кожу. Ага, вот! Ату его! Дальше уже никто не читает. Короче говоря, тем не менее, тем не менее, уважающая себя компания, в том числе и компания Reflame, не использует пав под названием Sodium Lauryl Sulfate, Lauryl Sulfate Natriya, в своих пеномоющих средствах. А использует гораздо более мягкий пав, который Lauryl Sulfate. Кроме того, есть павы, которые являются производными кокосового масла. Это бетаин и кокамиды. Чем отличается детский шампунь от взрослого? Почему детские шампуни не щиплют глазки? Потому что в детских шампунях больше вот этих самых производных кокосового масла, кокамидов, кокамид Д, а там есть бетаин и так далее. Их процент существенно больше, чем вот этих вот сульфидов натрия, в частности, Lauryl Sulfate Natriya. И поэтому не щиплют глазки. Но они менее эффективные. То есть, если, ну, поскольку волосы для девушек это не только рудиментарное образование, с которым нужно бороться в некоторых местах, а еще, так сказать, и некий предмет культа, когда должно, чтобы оно как-то волнилось, струилось, так сказать, сверкалось, так сказать, чтобы так тряхнул и пошел, и все, и все, ах, прям вообще, вот. То есть, волосы, они для этого нужны, на самом деле. Вот. И вот, если вы хотите, чтобы оно волнилось, струилось и сверкалось, то, соответственно, мыться детскими шампунями не надо. От них не будет волниться, струиться и сверкаться. Хотя, раздражения, может быть, будет меньше. Ну, вот, собственно, про химию и про шампуни, в общем, вводная лекция, все. А теперь переворачиваем бутылку и находим подтверждение моих слов. Итак, компания Reflame в составе своих шампуней использует содиум, лаурет, сульфат. Видео, видите, я не соврал вам. Не лаурилсульфат, лаурет сульфат. Кокамид, вот он, производное кокосового масла. Вот он, бетаин, кокамид, пропанол. И, смотрите, вот содиум хлорид. Кто такой содиум хлорид? Это натрий хлор. Это всего-навсего соль. Обычная поваренная соль. Так вот эти вот ингредиенты, которые первых четыре, это 98% любого шампуня. Все остальное это 2-3%. То есть, если, да, совершенно верно, всякие отдушки, красители, всякие волшебные масла, которые там призваны что-то увлажнять, питать и так далее, растить и вообще делать все, чтобы оно струилось и волнилось, так вот этого всего 2-3%. Вот эти вот первые четыре ингредиента, это 95-98% шампуней. Значит так, как это делается? Вот это все как делается? Вот там за стенкой, вот за этой большой стенкой находится станция водоподготовки. У нас своя вода, своя скважина. Мы добываем воду, потом ее чистим, фильтруем, 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 до полной пизеленки фильтруем, а потом еще пропускаем через установку обратного осмоса. То есть на выходе, вот кроме воды, в этой воде ничего нет. Она у нас хранится там в таких больших 36-тонных, 36-кубовых емкостей из нержавейки, и она там непрерывно циркулирует. Для чего? Потому что вода источник жизни, прежде всего микробиологической жизни. То есть вся зараза в природе живет в воде. И соответственно, если будут какие-то застойные зоны, то там-то, собственно, это и начнет размножаться бактериальная, микробиологическая вся флора. Мы берем регулярно пробы нашей воды. У нас на первом этаже микробиологическая лаборатория аттестованная, сертифицированная. Мы это все проверяем, чтобы ничего лишнего там не выросло. Пока не выросло. Значит, чистая вода оттуда, вы думаете, поступает в этот цех? Нифига подобного. Мы ее солим. Вот мы эту чистую воду берем и чистой солью круто достаточно солим. Вот она. Содиум хлорид. Ее много довольно в шампуне. Для чего мы солим? Хороший вопрос. Чтобы увеличить вязкость и уменьшить текучесть воды. То есть, если мы посмотрим на график текучести, там есть максимум. Примерно при 28% концентрации соли вода становится вязкой и слабо текучей. Потом там она максимум, потом уже там, ну вот как в Мертвом море, она делается такая студенисто-следенисто и тоже, в общем, течет. А у нас концентрация соли примерно 24%. То есть, если вы попробуете шампунь на вкус, он чуть-чуть солененький. Зачем? Потому что под этой крысочкой есть маленькая дырочка. Если у вас шампунь в ванной комнате упал, то если бы он был не соленый, то вода бы, он, конечно, он бы легко будет, так сказать, весь боевый тек. А так он там такой медленной капелькой, вы можете успеть заметить, что там где-нибудь подтекает и успеть поставить закрыть. Вот для чего солится вода в шампуне. Что? Вред. Кто? Ну, соль. Помилуйте, вы в море купаетесь, вы не боитесь? Ну, а там та же соль, только чуть больше концентрация. Да, да, совершенно верно, да. Обычная поваренная соль, то есть снаружи это даже и хорошо. Причем многие барышни меня так умиляет, когда они на этих морских курортах, вынурнув из моря, бегут и сразу под души, все, это очень красиво, вы продолжаете смотреть на барышню, которая моется под душем на берегу, это волшебно совершенно, только это глупость полная. Чем дольше вы будете ходить в соли, тем лучше, потерпите, она, конечно, стягивает противность, кожа, кожа лучше. Да, но кожа от этого только лучше будет. Вот поверьте мне, милые барышни. Нет, вы моетесь, конечно, под душем, да, вы просто стоите достаточно. Значит, дальше, ну, это как варка супа, вот, собственно, все производство здесь и там, где будет цех у нас варки губной помады сродни кухонной готовке, то есть приходит водичка, туда мы крадем мясной краешек, снимаем пеночку с бульона, режем картошечку, капусту, отпассировали свеколку с морковкой на сковородочке, так сказать, это все туда добавили, вот, и, собственно, дальше специи, вот эти вот оставшиеся, как я говорил, там 5-3 процента, это вот там перчик, лаврушечка, там какие-то, немножечко, так сказать, добавить, да, это добавляется вручную, вот, все остальное приходит по трубам оттуда в автоматическом режиме, а вот тут, вот видите, в реакторах, вот этих двухтонных, вот тут два двухтонных реактора, вот там два восьмитонных реактора, есть люки, куда, соответственно, добавляются вот эти вот волшебные масла, которые призваны там что-то увлажнять, питать, блестеть и так далее, витамины, там, отдушки, красители, Это добавляется вручную вот через эти люки Потом готовая продукция сливается Вот в такие кубовые контейнеры Вот они стоят посередине цеха И уезжает потом в цех расфасовки Которую мы с вами тоже увидим из-за стекла Вопросы здесь Варится, то есть реально Нет, 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 нет Варится это сленг, замешивается Здесь, да, там, то есть там вот эти реакторы Они там смешалкой с гомогенизатором То есть тут не требуется Гомогенизатор, это такая Штука, которая быстро-быстро вращается И делает эмульсию Типа блендера, совершенно справедливо Проверяется, что будет аллергия или не будет Или это не здесь? Проверяется не здесь, нам приходит, слава богу, готовая рецептура Конечно, у нас есть Исследовательский центр в Ирландии, в Дублине Где это все, так сказать, разрабатывается Нам приходит готовая рецептура И в общем наша задача сводится к простой У нас есть набор ингредиентов У нас есть рецептура У нас есть стол, у нас есть кастрюля И то есть если у нас руки растут не из задницы То, в общем, так сказать, это не беном Ньютона Приготовить это все в соответствии с рецептурой Про ингредиенты расскажу на складе Здесь становится немножко душно Даже я уже как-то так немножко от вас запарился Да, вот, значит, с этим цехом разобрались? Да Вопросы есть? Пойдемте дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!